Здравствуйте. В современном ландшафтном дизайне все большую популярность приобретают цветники, в которых выращиваются растения в одной цветовой гамме. Если вы хотите украсить свой садовый участок в одном определенном цвете или его оттенках, создать романтичное настроение и ощущение гармонии, то сад в розовых тонах самый лучший выбор. Особенно уместен розовый цвет в саду для оформления зон отдыха и уголков с беседками. Розовый цвет подходит для романтичных и чувственных натур. Ведь он ассоциируют с добротой, сердечностью, нежностью и сентиментальностью. Он дарит спокойствие и заряжает позитивной энергией. Тем более, что светлый, нежно-розовый цвет отлично украсит затененный участок, а также зрительно увеличит его размеры, размывая границы цветочных композиций. Сад в оттенках розового цвета можно устроить как в классическом, так и в обычном природном саду. Его можно выгодно подчеркнуть различными элементами декора, украсить искусственным водоемом либо фонтанчиком, или камнями разной формы. Главное здесь, не переборщить, чтобы он не стал излишне приторным. В природе розовый цвет встречается довольно часто. Он отлично сочетается с зеленой листвой и приятен глазу. Но чистый розовый цвет в природе почти не встретить, так как в ней преобладают оттенки розового. Теплое. Абрикосово-персиковые. И холодные. Малиново-пурпурные. Розовый цвет многосторонен. Он может быть миловидным и назойливым, попсовым и современным. Разнообразные оттенки розового цвета воспринимаются по-разному. Бледно-розовый, нежный и грациозный, но в сочетании с белым и лиловым он создает изысканную постельную гамму, освежающую атмосферу сада. Ярко-розовый, с пурпурными акцентами, обладает сильным волнующим воздействием. Если ярко-розового оттенка слишком много, то он выглядит назойливым. От того, какие из них будут занимать центральное место, и будет зависеть общее впечатление от сада. Палитры розового включают более 150 оттенков, а растений, которые цветут в этой гамме, еще больше. Поэтому для создания розового сада у вас есть большой простор для действий экспериментов. Но для того, чтобы ваш сад в розовых тонах был декоративен с ранней весны и до поздней осени, следует подбирать растения, учитывая период их цветения. Растения, цветущие весной. При создании весенних композиций в розовых тонах в основном используют ранее луковичные растения. Брандушка. Это один из самых ранних первоцветов. Это многолетнее луковичное растение начинает цвести уже в апреле, как только сходит снег, и цветет около двух-трех недель. Безвременник. Это многолетнее растение, имеющее розовые соцветия воронкообразной формы и широкие листья. Зацветает он практически одновременно с брандушкой. Хенадокса. Это низкорослое весеннее растение, которое расцветает в апреле и цветет на протяжении трех-четырех недель. Кандык. Он цветет в мае. При оформлении сада в розовых тонах прекрасно подойдут многолетние сорта, имеющие такие названия, как Pink Perfection и Rose Beauty. Ранние тюльпаны. Тюльпаны распускаются в мае, однако, период их цветения короток. Высаживая поздние однолетние сорта махровых тюльпанов, можно продлить цветение клумбы или цветника до конца месяца. Маргаритки. В мае также расцветают маргаритки, неприхотливые, многолетние садовые цветы. Посадив сорт Rose, крупными махровыми соцветиями светло-розового оттенка можно любоваться до конца лета. Пионы. Пион цветет также в мае-июне. Для оформления сада в розовом цвете прекрасно подойдет сорт Rain Elizabeth, который цветет крупными махровыми соцветиями диаметром до 20 сантиметров, сорт пиона молочно-цветкового Lady Alexandra Dove. Его бледно-розовые махровые цветки с красными пятнами по центру создают романтическое настроение. Бадан. Это довольно неприхотливое многолетнее травянистое растение. Цветет бадан весной в период с конца марта до конца мая, иногда даже и до начала лета. Камнеломка. Эффектным украшением клумбы или альпийской горки в мае будет сорт камнеломки Саксифрага Оренси с цветками темно-розового оттенка, а невысокая маховидная камнеломка сорта Elf эффектно выделится среди других растений своим обильным цветением. Флоксы. Настоящий праздник цветения в саду начинается в конце мая, когда расстилаются ковры почвопокровных флоксов. Очень быстро разрастается флокс шиловидной сорта Scarlet Flame с ярко-розовыми, даже карминовыми цветками. Всего два экземпляра этого растения в течение двух-трех лет покрывают густым ковром площадь в один квадратный метр. Подойдут для сада в розовых тонах садовый сорт метельчатого флокса Вдохновения, который имеет крупные розовые цветы в светлой гамме. Во второй половине мая в тенистых уголках сада зацветает аквилегия Rose Queen. У этой северно-американской красавицы высотой до 60 сантиметров очень богатая палитра, а краски больших цветков причудливой формы. Цветки сорта Rose Queen обладают несравненным контрастом из белых и нежно-розовых лепестков. Морозник. Морозник The Ortruth Flober, Rassus Superbass и Hens Sheet имеют эффектные, большие, розовые цветы, которые распускаются в апреле-мая. Особое очарование весеннему саду подарят и цветущие кустарники. Рододендрон мелколистный. Рододендрон – вечнозеленый куст, цветущий мелкими розовыми цветами, располагающимися на ветвях небольшими группами. Боярышник. Сорт Rose Floor Planner – отличное украшение сада. Боярышник хорошо смотрится как в единичной посадке, так и в виде изгородей. Растения, цветущие летом. Это время года тоже богато цветами розовых оттенков. В начале лета еще продолжают цвести некоторые кустарники, а также расцветают. Розы. Среди огромного количества сортов следует обратить внимание на зимостойкий сорт Maiden Es Blush с махровыми цветками. Они имеют различные розовые оттенки и душистый аромат. Весьма декоративно выглядит сорт Mrs. John Lion, обладающий очень крупными бутонами, который цветет обильно продолжительное время. Также для украшения сада можно применять вьющиеся садовые сорта роз бледно-розового оттенка New Dawn. Растения с крупными ароматными махровыми цветами Конрад Фердинанд Майя. Вийгела. Ее розовые соцветия напоминают своей формой трубочки. Растение имеет декоративные листья, окаймленные белым. Компактность этого кустарника привлекает многих садоводов еще и простотой ухода. Многолетники и однолетники, которые зацветают летом. Ирисы. Сорт ириса Pink Talcum с необыкновенно красивыми розовыми цветами, непременно станет гордостью вашего садового участка. Данный сорт, хоть и однолетний, но способен цвести пару раз за сезон. Люпины. Многолетние неприхотливые люпины начинают цвести в самом начале лета и повторно зацветают в августе. Их красивые, соцветия напоминающие розовые свечки обязательно станут эффектным украшением вашего сада. Гвоздики. Гвоздика зацветает в июне. Для украшения сада в розовых тонах прекрасно подойдут такие садовые сорта, как Дездимона, Гранат и Росакониджин. Мальва. Часто на участках высаживают мальву. Замечательным украшением сада в выбранной гамме розовых оттенков станет сорт Махровая розовая. Растение формирует объемные розовые соцветия на стеблях высотой до одного метра. А размеры цветка достигают в диаметре 12 сантиметров. Питуния. Очень распространены однолетние сорта с нежно-розовыми цветками Carmen Queen. Новый гибрид Cherry Tart, цветущие яркими розовыми цветками до 7 сантиметров в диаметре. Остильба. Нежно-розовые, пышные соцветия остильбы Оренси и Котлоя украсят сад любого типа. Этот декоративный многолетник хорошо себя чувствует на рабатках во влажных полутенистых местах, например, у водоемов, а также в тени под деревьями. Разнообразна палитра розового окраса и среди лилий. Азиатские гибриды, самые надежные в наших условиях, часто украшены крапинками и штрихами, что делает их особенно привлекательными. Среди высокорослых культур нельзя не отметить на перстянку пурпурную, обладающую бесчисленными колокольчатыми цветками разнообразных оттенков розового цвета с крапинками внутри. Розовыми ромашками украсят цветник мелколепестник. Перетрум розовый. Эхинация пурпурная. Звездчатые соцветия астральпийских, итальянских, ромашковых китайских знакомы всем и не требуют особых рекомендаций. Из кустарников для сада в розовых тонах больше всего подходит спирея японская и гортензия. Растения, цветущие осенью. В конце лета также зацветает множество растений с розовой окраской. Астры. С середины августа и до конца октября цветет астроново-бельгийская, самая распространенная в наших садах. Это растение образует большие, почти треугольные кусты с крепкими стеблями высотой 90-150 см и цветками диаметром 2-3 см. Расцветка из разнообразная, много сортов и розовых оттенков. С середины сентября и до устойчивых морозов цветет позднее астроново-английское, растение высотой 150-180 см. Георгины. В розовом саду не обойтись без Георгин Помоушен, Роуз Тендер и Роуз Профанс, сорт Carrot Angel они будут радовать вас ярко-розовыми цветами огромных размеров. Диаметр соцветий достигает 22 см. Умело сочетая размеры и оттенки этих цветков, можно добиться очень интересных и оригинальных эффектов при оформлении клумбы или цветника. Хризантемы. Наиболее популярный сорт хризантем – корейская. Она отличается относительной устойчивостью к пониженным температурам. Кроме того, эти цветы славятся обильным цветением. Массовое цветение хризантем раннего срока цветения начинается в конце августа, начале сентября, спустя месяц вступают в пору цветения высокорослые сорта хризантем. Для выбора растений, цветущих поздней осенью, особенно важны сорта, не боящиеся осенних заморозков. Именно они составят основу осенних композиций в розовых тонах. Это карликовые кустарники, верески, есть много сортов с розовой окраской цветков. В зависимости от того, какие оттенки превалируют в вашем розовом саду, он может быть нежным или ярким, но никогда не будет скучным. А усилит впечатление выкрашенные в этот же цвет садовая мебель, заборчики или другие малые архитектурные формы. Друзья, мне очень важно знать ваше мнение о видео. Просьба, пишите хотя бы несколько слов в комментариях о нем. Благодарю за просмотр. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...